В администрации города состоялось заседание антинаркотической комиссии. По словам специалистов, наркотическая ситуация в городе напряженная. Заседание антинаркотической комиссии открыл начальник полиции Сергей Дадашбеков. Он рассказал присутствующим о ситуации с распространением наркотических и психотропных веществ. По линии незаконного оборота наркотиками было выявлено 114 преступлений чисто межмуниципального дела. Совместно с госнаркоконтролем выявлено 147 преступлений. Это на 13 преступлений больше, чем в прошлом году, в 2013 году в целом. Раскрыто было 40 преступлений, раскрываемость чуть менее 50%. Кроме того, начальник полиции Сергей Дадашбеков отметил, что за прошлый год на территории Азбеста из незаконного оборота наркотиков было изъято около 500 грамм наркотических средств. К уголовной ответственности было привлечено 45 человек, в том числе и 3 сбытчика наркотиков. Также начальник полиции отметил низкий показатель привлечения наркоманов к административной ответственности. Низкие показатели привлечения наркоманов к административной ответственности связаны с невозможностью имеющимся в медицинских учреждениях города Азбеста средствами определить у задержанных граждан состояние наркотического опьянения, вызванного синтетическими наркотиками, такими как ромашка, легал и другие, даже при видимых признаках опьянения. Это значительно осложняет работу полиции, в том числе не дают и результаты проводимые нами мероприятия по выявлению наркопритонов на территории города, а также комплексные оперативно-профилактические мероприятия, проводимые с участием всех сил полиции. О ситуации с наркотическим алкогольным отравлением рассказала заместитель начальника Азбестовского отдела управления Роспотребнадзора Людмила Елизарова. По ее словам, произошел рост алкогольных отравлений. По предварительным диагнозам было зарегистрировано 63 случая и рост к уровню прошлого года составил в два раза показателей 2013 года. Из них 42 случая были подтверждены, что также превышает и средний показатель по Свердловской области на 79% и превышает аналогичный период 2013 года. Максимальные показатели по алкогольным отравлениям были зарегистрированы в 101-м квартале. В поселке Черемша и Белокаменный, а также на больничном городке и в центральной части города. Всего за 14-й год от алкогольных отравлений умерло 7 мужчин. Это практически в два раза больше, чем в 2013 году. Острое отравление алкоголем и его суррогатом складывались в 100% использования алкогольной продукции. Вся продукция была приобретена по сниженным ценам. И лица, которые получили отравление, заранее знали о том, что продукция не имела гарантированного качества. И при сборе анамнеза умышленно скрывали место приобретения и длительность алкоголизации. По завершению заседания было принято решение, в рамках которого были даны рекомендации по усовершенствованию работы в сфере наркотической ситуации. Анастасия Самарина, Тимофей Хлебников, Новости АТВ.